Москва. Эксперты и ученые из ведущих научных институтов собрались, чтобы принять участие в первом заседании экспертного совета по развитию исторического образования. Все, что касается исторической науки, исторического образования, исторического просвещения, мы регулярно на связи с Российским историческим обществом. Создание экспертного совета, не секрет, мы с вами обсуждали еще в середине 2021 года, поэтому это нескороспелое такое решение, очень выверенное, с понятными, актуальными и системными задачами. Совет образован при Министерстве науки и высшего образования. Среди главных направлений его работы не только популяризация истории и противодействие попыткам ее фальсификации, но и вполне конкретные задачи по созданию системного подхода к изучению истории в вузах по всей стране, особенно непрофильных. Еще одной отдельной задачей экспертного совета, на мой взгляд, должно стать обеспечение качества преподавания истории на неисторических направлениях подготовки. Следует выделить те исторические события, явления и закономерности, которые должны быть известны молодым людям в обязательном порядке. Следует проанализировать качество учебных пособий, прийти к единообразию в подходах к изложению исторического материала. Стоит отметить, что до этого при непосредственном участии российского исторического общества был разработан единый историко-культурный стандарт для школьного исторического образования, который уже успешно себя зарекомендовал, а также подготовлены новые линейки учебников по отечественной истории. В вузах ситуация другая. Мы составили перечень на сегодня учебников по истории, которыми пользуются в вузах. Это 4095 учебных пособий, и сегодня нет единых рекомендаций или оценки относительно их содержания. Организация экспертизы учебников по истории, выработка рекомендаций университетам. В общей сложности в рамках совета созданы четыре рабочие группы, которые займутся развитием концепции исторического образования в высшей школе. Мы можем констатировать, что печатные учебники уже понемногу становятся нахронизмом. Мы знаем, что целый ряд вузов, особенно в регионах, уже потихоньку отказываются от закупки печатных экземпляров учебников. А это значит, что вопрос состава электронных библиотечных систем, тех учебников, которые туда входят, а также, в принципе, наличие в них необходимого для преподавания истории и литературы, он нуждается в более подробном рассмотрении. На данный момент, говорили собравшиеся, бакалавриаты уже перешли на федеральные и государственные образовательные стандарты высшего образования нового поколения, где история зафиксирована как обязательная дисциплина для всех вузов. Это очень важное крупное достижение. Я думаю, что важная задача нашего совета и вот те, которые у нас курируют отечественную, если создастся мировую историю, выработать перечень событий, явлений и фактов, которые мы рекомендуем как обязательные для преподавания. Это важнейшие вехи в истории должны быть, потому что всю историю это бессмысленно для непрофильных вузов. Среди важных вопросов, которые предстоит решить, и вопрос минимального количества часов, отведенных к преподаванию истории. На данный момент большое количество времени отводится на так называемую самостоятельную работу студентов. На тех направлениях подготовки, где история непрофильная, большее количество часов отводится на так называемую самостоятельную работу студентов. Мы понимаем с вами прекрасно, что от этого качество не улучшается, не растет. Во всех вузах страны ситуация разнится. Где-то преподаватели более сильные, где-то лучше построенная производственная практика. Созданный экспертный совет может взять на себя функцию по выявлению и анализу подобных проблем и оперативно их решать. При этом вузам не собирается ничего навязывать. Концепцию преподавания истории в высшей школе намерены разрабатывать с оглядкой как на регион, так и направление вуза. В любом случае, заключения экспертного совета будут носить рекомендательный характер. Служба информации Фонда Истории Отечества.